Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И в начале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. За что и кому платим? Общественный совет по вопросам ЖКХ обсудил самые острые вопросы жилищно-коммунального хозяйства города. Для каждого дома на основании составленного перечня работ должен быть разработан и, вернее, рассчитан индивидуальный тариф. Въезд запрещен. Тротуар на Победа-22 официально стал пешеходной зоной. Ходить стало удобнее и безопаснее, вести бизнес сложнее. То есть под этот знак никто не может заезжать. Нет исключения. Как нам выгружать и загружать товар? Непонятно. Лучшие на татами. Зареченские каратисты завоевали два золота всероссийского турнира. Самое сложное было за выход в финал драться. Там вот этот, ну, за выход в финал, он был сильный. Он ногами кидал хорошо. И теперь об этих и других новостях подробнее. Самые острые вопросы жилищно-коммунального хозяйства обсудили представители городского руководства, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, правоохранители, представители инициативных групп многоквартирных домов. Плата за отопление, ремонт и обслуживание многоэтажек, качество работы коммунальщиков – вот лишь некоторые из тем, которые вызвали жаркие дискуссии на заседании Общественного совета по вопросам ЖКХ. С подробностями Ксения Тризна. Одним из центральных вопросов заседания Общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству стало формирование платы за обслуживание многоквартирных домов. Инициативные жильцы предложили рассчитывать сумму выплат для каждого дома в зависимости от того, какие работы нужно провести. Эту идею обсудили с представителями администрации города, управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Для каждого дома на основании составленного перечня работ должен быть разработан и, вернее, рассчитан индивидуальный тариф. То есть на каждый дом, на каждый дом, каждый дом отличается по видам работ. И для каждого дома эти работы, ну, скажем так, они во многом схожи, но объем их разнится. Поэтому для каждого дома тариф будет разным. Однако такая схема не подойдет для всего города. Новые дома все как один проголосуют. Потому что за маленький объем. А что будет со старым жилым фондом? Ни один старый дом, начиная с Бастилии, не проголосует. Почему? Потому что денег не будет. Котловой метод уйдет. И с каждым старым домом начнется проблема. И это мы все должны очень четко понимать. Муниципальный бюджет выделить дополнительные средства таким домам не сможет. В условиях экономического кризиса их просто нет. Поэтому на заседании общественного совета все собравшиеся попытались выработать компромиссное решение. Мы можем персофенизировать ситуацию по каждому дому, по каждой семье. И показать, что если в рамках текущего ремонта этот дом, эта семья в этом году заплатила больше и не получила обратно, то на следующий год, и мы с вами определим, в течение какого срока, в течение двух лет или трех лет, а на эти деньги назад получим. Нужно привести анализ по каждому дому, хватит ли нам этого. И в рамках текущего отчета, а в рамках текущего состояния. Текущего состояния жилья. Потому что, да, я на доме могу сделать, нужно сделать больше, чем мне позволяет условный тариф. Поэтому анализ, на основании этого анализа, трехлетний, возможно, план, чтобы не перескакивать. В конце проанализируем, опять тем же составом соберемся и примем решение, что делать дальше. Участники общественного совета еще раз подчеркнули, что система расчетов за обслуживание и ремонт многоквартирных домов должна быть максимально ясной и прозрачной. Управляющая компания обязуется представлять полный финансовый отчет по требованию хозяев квартир. Мэр Заречного отметил, что нужно отойти от заочной формы проведения собраний собственников жилья. Каждый житель должен быть в курсе того, что происходит в доме, и ответственно подходить к принятию решений. Итоги работы общественного совета внесены в протокол. То, как выполняются решения, проверят на следующем заседании. Ксения Тризна, Светлана Гордеева, телерадио, компания «Заречный». Очередной рейд ГИБДД прошел рано утром в Заречном. Госавтоинспекторы проверили соблюдение водителями требований правил по безопасной перевозке маленьких пассажиров. И вместе с нашей съемочной группой в очередной раз убедились, что и водители стареньких «Жигулей», и мамочки за рулем престижных иномарок не заботятся о жизни и здоровье своих детей. Рассказывает Дмитрий Балясников. Раннее утро. Город только просыпается, а сотрудники ГИБДД уже на посту. Полицейские проверяют, используют ли водители, перевозящие детей, специальные удерживающие устройства. Автокресла, фиксаторы ремней безопасности, бустеры. На территории города проводится профилактическое мероприятие автокресла детям. Инспекторский состав нацелен на пресечение и выявление правил дорожного движения со стороны водителей, которые осуществляют перевозку детей-пассажиров с нарушением правил дорожного движения. Возить детей разрешается только в специальных удерживающих устройствах. Водители об этом прекрасно знают. Если ребенок пристегнут и надежно зафиксирован, счастливого пути. Если нет, то на нарушителя составляют протокол. К сожалению, далеко не все водители заботятся о безопасности собственных детей. Вы ребенка везете, говорит, два двора вам проехать. Так у нас не бывает. Все, больше не повторится, я вам обещаю. Вот, Виктор Николаевич, на вас же мы-то оставим административный материал, который перевозит ребенка. Здесь специальные детские устроены. Пульс оставим, в общем-то добрый, пройдем. Попробуем на автомобиль. Здравствуйте, инспекция ДПС Шмарок. Операция автокресла у нас идет. Почему ребенка перевозим без детского автокресла? Виноват. Ну, виноват. Это безопасность. Мне хочется вопрос маме задать. Как вот так перевозить детей? Безопасность детей. Мам, постойте минуточку, пожалуйста. Почему ребенка сажаете без автокресла? Давайте документик, товарищ водитель. На вас будет составлен административный материал. За нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа составляет 3000 рублей. Во время рейда сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности трех водителей, которые пренебрегли правилами дорожного движения, а самое главное – здоровьем и жизнью своих детей. Дмитрий Балясников, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» сотрудники патрульно-постовой службы задержали у дома номер 40 на улице Ленина молодого человека. В ходе личного досмотра у 20-летнего «Зареченца» полицейские обнаружили подозрительный сверток. Внутри пакета находилось измельченное растительное вещество светло-коричневого цвета весом 38 тысячных грамма. Экспертиза показала, что это спайс. Сообщил городу ЗЭД замначальника уголовного розыска межмуниципального отдела МВД Пазата «Заречный» Антон Оревкин. В настоящее время по данному факту ведется проверка. «Зареченцу» грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Партию наркотиков массой более полукилограмма изъяли у троих жителей Пензенской области сотрудники отдела МВД по Пензенскому району. С подробностями Анна Литвинова. При выезде из села Покрово-Березовка Пензенского района сотрудники полиции остановили для осмотра легковую машину ВАЗ-2114. В салоне находились трое молодых людей. По их словам, ехали они на рыбалку. Только вот в багажнике вместо удочек и снастей в чехле для палатки был обнаружен аккуратно сложенный мешочек с чем-то мало похожим на прикормку. В пакете оперативники обнаружили измельченную и высушенную траву. Задержанные были отправлены в полицию, а растительная смесь на исследование к экспертам. По заключению эксперта, изъятая растительная масса является наркотическим средством марихуана весом 778 граммов. Как пояснили сами молодые люди, данные растения они собрали для собственного потребления. Теперь молодые люди находятся под стражей. По делу ведется расследование, по результатам которого суд определит меру наказания подозреваемым. Им грозит до трех лет лишения свободы. Минфин подготовил законопроект о повышении акцизов на бензин разных классов, дизельное топливо и средние дистилляты. Документ был одобрен комиссией по законопроектной деятельности правительства. Сообщил агентство Интерфакс источник, знакомый с ходом обсуждения документа. Как отмечается в пояснительной записке, с 1 апреля в расчете на 1 литр автомобильного бензина акциз повышается на 2 рубля. Ставки акцизов на прямогонный бензин повышаются вслед за этим, чтобы избежать предотвращения заинтересованности в нелегальном производстве автомобильного бензина. А ставка акциза для средних дистиллятов уравнивается с акцизом на дистопливо, чтобы не создавались схемы по уклонению от уплаты акцизов путем реализации дистоплива под видом средних дистиллятов. По словам источника, законопроект об индексации акцизов может быть рассмотрен на ближайшем заседании правительства. Это не должно привести к росту цен. Рублевая цена нефти снижается. На опте цена на бензин определяется методом NetBag. Соответственно, и цена на бензин должна снижаться. Поэтому мы считаем, что автолюбители не должны почувствовать этого изменения, приводит комментарий министра финансов Антона Силуанова газета РУ. При этом издание отмечает, что несмотря на нефтяные цены, которые в прошлом году рухнули почти на 35%, автомобильное топливо в России подорожало в среднем на 5%. Основные вопросы проведения городской массовой лыжной гонки в рамках открытых всероссийских соревнований «Лыжня России-2016» обсудили участники организационного комитета. В Заречном состязании состоятся 14 февраля. В 11 часов пройдет гонка на 5 километров. В ней будут участвовать дети, юноши и девушки, а также взрослые спортсмены, желающие побороться за медали. В 11.45 состоится церемония открытия соревнований. Затем в полдень выйдут на линию старта участники ВИП-гонки и вслед за ними на дистанцию в 2 километра уйдут любители лыжного спорта. Право проведения «Лыжни России» традиционно, которое на протяжении многих лет проводилось в городе Заречном, в этом году было делегировано городу Пензе. Потому что мы самостоятельно заявлялись и региональным этапом гонка всегда проходила в Заречном. В этом году она будет проходить в городе Пенза. В связи с тем, что в Пензе в течение этой недели объявлен карантин, массовая лыжная гонка перенесена на 21 число. Это в городе Пензе. Дополнительно у наших лыжников появится возможность еще поучаствовать и в той гонке в городе Пензе. Во время проведения городской гонки будет работать полевая кухня, которую организуют служащие войсковой части 3473. Кроме этого, свою продукцию, горячий чай, выпечку представят и предприниматели. Участники совещания обсудили запланированную концертную программу, организацию дежурства бригады скорой помощи, сотрудников полиции, специалистов поисково-спасательного отряда. Также во время заседания говорили и об изменении движения автотранспорта в районе проведения лыжной гонки. Тротуар на проспекте 30-летие Победы 22 стал пешеходной зоной. Соответствующие дорожные знаки там установили накануне. Вопрос о том, чтобы ограничить въезд автотранспорта на тротуар, возник давно. Машины-посетители, расположенных в этом доме магазинов и кафе, уже не оставили места для пешеходов. Теперь заезжать на оставшей пешеходной дорогу категорически запрещено. Даже велосипедистам и машинам с товарами для магазинов. Тему продолжит Наталья Елистратова. Предприниматель Михаил Виноградов был удивлен, когда в один прекрасный день увидел перед своим магазином дорожный знак «Пешеходная зона». Это нововведение застало его врасплох и привело в замешательство. Каким образом нам производить погрузку-выгрузку товара? То есть под этот знак никто не может заезжать. Нет исключения. Как нам выгружать и загружать товар? Непонятно. И не только мы здесь находимся, и в ту сторону тоже самое. Там много предпринимателей. Знаком «Пешеходная зона» обозначается территория, предназначенная только для передвижения пешеходов. Проезд по ней автомобильного транспорта, правила дорожного движения категорически запрещают. А вот для тех, кто предпочитает перемещаться на своих двоих, наоборот, ходи не хочу. Новость о том, что здесь больше не будет машин, обрадовала пешеходов. Ведь автомобили на тротуаре доставляли им немало неудобств. Даже не знаешь, куда наступить. То ли в сугроб залезть, то ли на газон в грязь, то ли в лужу. В дворах они носятся вообще, даже в другой раз и не пропускаешь. Люди ходят и с колясками, и ребятишки маленькие. Мало ли что, так вот оторвался, увидел что-то по дороге. Или игрушка выпала, побежал. И раз – машина. Очень скользко, и люди очень много падают. Но это нельзя ездить. Машина не успеет тормозить просто. Движение автомобилей на тротуаре у дома 22 по проспекту 30-летия Победы ограничили из-за многочисленных жалоб пешеходов. Решение об установке дорожного знака «Пешеходная зона» принято на специальной межведомственной комиссии. У нас участились обращения со стороны жителей, что машины проезжают по данному тротуару и мешают ходить всем жителям. Данный вопрос был вынесен на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения. И было принято решение для того, чтобы ограничить въезд машин на данный тротуар. Решение было принято давно. Просто эти знаки, они были установлены в соответствии с постановлением администрации и схемой организации дорожного движения. Однако со знаком «Пешеходная зона» не все так просто. Он все же предусматривает ряд исключений. В соответствии с пунктом 9.9 правил дорожного движения допускается движение машин, дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб. При этом должна быть обеспечена безопасность движения. Предприниматели в это исключение не входят. Поэтому Михаилу Виноградову и другим владельцам торговых точек все же придется поломать голову на тему, как разгружать товар. Ведь за нарушение требований знака «Пешеходная зона» грозит серьезный штраф – 2000 рублей. В Заречном началась подготовка к оздоровительной кампании 2016 года. На рабочем совещании в администрации города рассмотрели ряд вопросов по организации детских лагерей. В частности, медицинское обслуживание, питание детей, кадровое обеспечение и тематику лагерных смен. Планируется, что в течение 2016 года городские лагеря Заречного примут 2065 детей. В загородной звездочке отдохнут и оздоровятся 1104 ребенка, а в лагере Приморский – 640 юных горожан. Подробнее предстоящее лето 2016 мы обсудим с начальником отдела департамента образования Юрием Сватухиным. Интервью студии сразу после рекламы. А пока – к другим новостям. 10 февраля стартовало интернет-голосование за участников фотоконкурса «Папа научи». Телерадиокомпания «Заречный» приурочила очередное фотосостязание в Дню защитника Отечества. В конкурсе приняли участие горожане, приславшие в редакцию программы «Доброе утро! Заречный» фотографии, на которых папа или дедушки что-нибудь делают вместе с ребенком. Посоревноваться за призы от спонсоров решила 41 зареченская семья. Теперь настало время определить победителей. Лучшие фото выберут посетители интернет-портала городзет.инфо. Необходимо зайти на сайт, используя свой уже существующий аккаунт в одной из социальных сетей – ВКонтакте или Одноклассники. Напомню, что при подведении итогов мы учтем только 10% иногородних голосов, то есть голосов людей, которые зарегистрированы не в Пензенской области. Все, что свыше этих 10%, при подведении итогов будет удалено. Голосование на портале городзет.инфо продлится с 10 по 19 февраля. Торжественное награждение победителей состоится 20 февраля в эфире программы «Доброе утро, Заречный». И о спорте. Каратисты детской юношеской спортивной школы Заречного пополнили копилку наград двумя золотыми медалями, завоеванными на всероссийском турнире имени святителя Николая Японского, который проходил в городе Пушкино Московской области. С победителями встретился Дмитрий Балясников. Представлять Пензенскую область на всероссийском турнире по карате имени святителя Николая Японского доверили зареченским спортсменам. Соревнования посвящаются годовщине вывода советских войск из Афганистана. Традиционно в город Пушкино Московской области съезжаются лучшие каратисты со всей страны. В этом году турнир собрал почти 900 участников. Зареченец Александр Сисин выступал среди юношей 12-13 лет в весовой категории до 51 килограмма. Саша провел пять поединков и во всех одержал победу, завоевав тем самым право на выход в финал. Самое сложное было за выход в финал драться. Там вот этот, ну, за выход в финал он был сильный. Он ногами кидал хорошо. Но я его изучил и начал, ну, изучил и так выигрывала. Победой завершился и финальный поединок Александра. Итог золота всероссийского турнира. Успешным оказалось и выступление зареченской каратистки Маргариты Мещеряковой. Она соревновалась со спортсменками 12-13 лет в весовой категории до 40 килограммов. Девушка признается, поединки давались нелегко. Со многими соперницами Маргарита впервые встретилась на татаме. Появилось много новых девочек. Я их не видела, даже не знала. Все они были высокие, выше меня. Удивило то, что я смогла сделать то, что мало отрабатывала. Это была вертушка, которой я попала, из-за которой мне дали высокий балл. Я сама была очень удивлена о том, что я попала. И была как-то рада больше всего за это. Именно этот прием и стал для Маргариты победным. И принес девушке золотую медаль соревнований. Выступлением своих учеников тренер Андрей Мещеряков остался доволен. Саша провел пять поединков в финале. Молодец, отработал хорошо. Ему претензий никаких нет. И стал победителем. У Риты было чуть поменьше. Но она тоже в своей категории оказалась самой у нас маленькой. Очень молодец. Слушал тренера, слушал наши установки. Все бои провела на высоком эмоциональном подъеме. Красиво. Очень хорошо работала ногами. И заняла тоже первое место. Сейчас воспитанники отделения каратэ детско-юношеской спортивной школы Заречного готовятся к новым соревнованиям. В конце февраля им предстоит выступить в первенстве Пензенской области. А в марте на первенстве Привозского федерального округа. Дмитрий Балясников, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». А зареченские самбисты завоевали несколько наград 11-го всероссийского турнира по самбо, посвященного памяти тренера-преподавателя Владимира Белоусова. Соревнования проходили в Нижнеломовском физкультурно-оздоровительном комплексе «Импульс». В этом году на турнир по самбо среди юношей 2003-2004 годов рождения съехались более сотни спортсменов из Казахстана, Татарстана, Тольятти, Рязани, Зубовые поляны, Торбеева, Пачелмы, Наровчата, Пенза, Заречного, Городища, Саратовской и Воронежской областей. В общекомандном зачете наши спортсмены завоевали бронзу соревнований. О личных достижениях зареченских самбистов расскажет Наталья Елистратова. Зареченские самбисты вернулись с 11-го всероссийского турнира памяти тренера-преподавателя Владимира Белоусова с наградами. Заречные на соревнованиях в Нижнем Ломове представляли 4 спортсмена. Трое из них стали победителями. В весовой категории до 59 килограммов Илья Затылкин взял золотую медаль. Я отборолась всего 5 поединков. В полуфинале я встретилась с борцом из Казахстана. Выиграл его с явным преимуществом. В финале с борцом из Рязани я встретилась. Выиграл его по баллам 4-0. Бросил броском колобок на 2 балла и бросок через спину на 2 балла. С победы вернулся в родной город и Александр Канадчиков. На 11-м всероссийском турнире в Нижнем Ломове он без особого труда расправился со всеми своими соперниками. Финальный бой Александр завершил красивым броском. Боролся в пяти поединках. В весовой категории до 71 килограмма. В первом поединке выиграл за явным. В втором выиграл болевым. В третьем выиграл за явным. В четвертом тоже за явным. И финал выиграл за явным. В 11-м всероссийском турнире в Нижнем Ломове принимали участие более 100 спортсменов из Рязани, Казахстана и Пензенской области. В общекомандном зачете зареченские спортсмены заняли третье место. Наталья Елистратова, Светлана Гардеева, телерадиокомпания «Заречный». Зареченский самбист Алексей Харитонов выступил в чемпионате первенства Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов России по самбо среди мужчин и юниоров. Соревнования посвящались памяти заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР Анатолия Харлампиева и прошли в Рязани. Алексей Харитонов стал серебряным медалистом. В финале он уступил спортсмену из Брянска. Мы продолжим наш выпуск сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Большой выбор офисных и компьютерных кресел в Прайме. От кресел руководителей до детских. От 990 рублей. Любая цветовая гамма. Торговый центр Дубрава. Второй этаж. Впервые и только на два дня. Грандиозная распродажа шуб. Норка 69 тысяч. Каракуль 46 тысяч. Мутон 15 тысяч рублей. 12 и 13 февраля. ТЦ Дубрава. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. Новости заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник отдела департамента образования «Заречного» Юрий Сватухин. Добрый вечер, Юрий Борисович. Добрый вечер. Юрий Борисович, итак, дан старт летней оздоровительной кампании уже 2016 года. Начался он, насколько я понимаю, с обсуждения идей концепции летнего оздоровительного отдыха детей. Вот чем закончилось это обсуждение, какие идеи лягут в основу всей концепции летней оздоровительной кампании Заречного 2016 года? 9 февраля в рамках педагогической мастерской летней оздоровительной кампании 2016 года стоялся у нас конкурс идей, которые лягут в основу программ для реализации в лагерях, в городских, в загородных во время лета этого года. Каковы, вот, какие самые интересные, на ваш взгляд, идеи были высказаны и что уже будет принято на вооружение, скажем так? Было представлено 8 педагогических идей и достаточно разнообразные. Так как 2016 год, год российского кино в Российской Федерации объявлен, очень много идей было связано именно с этим направлением. От построения смены на базе какого-то одного фильма до идеи, что каждая смена будет снимать свой фильм, видеосюжеты, видеоролики готовить. Идея о безопасном, азбука безопасности, связанной с безопасным дорожным движением. Идея создания атласа профессий, будущих профессий, которые будут востребованы в городе Заречном. То есть, педагоги предложили идеи, которые неразрывно связаны со стратегией развития города Заречного. Вот эти основные направления и лягут уже к концу марта в проекты непосредственно каждой смены детского оздоровительного лагеря. Вы сказали о каждой смене детского оздоровительного лагеря. Сколько их будет в этом году? Что-то поменяется вообще? Будет ли сокращено количество лагерей? Будет ли увеличено? Или какова будет летняя кампания? В этом году количество детей, которые отдохнет в летних оздоровительных лагерях, у нас не уменьшится. Расчеты ведутся из того, что сохранится весь контингент, все лагеря сохранятся. И даже ведется сейчас работа по увеличению количества мест в лагере труда и отдыха. То есть, если в прошлом году 100 детей смогли тут доустроиться и отдохнуть, в том числе и поработать, то в этом году мы планируем, что будет по 100 человек в каждой смене. Первая и вторая смены. Сохранятся все лагеря у нас при школах. Также будут все 4 смены в лагере «Звездочка» в Приморском. И сейчас решается вопрос об открытии смены лагеря на базе городского санатория «Профилактория». Также состоится палаточный лагерь. Ну и вот, говоря о том, что продолжая наш разговор об идеях, вот именно идея, представленная вчера, идея палаточного лагеря, она, по мнению жюри, заслужила большее количество баллов, да, и стала победительницей. Вот педагоги представили проект, идею проекта будущей смены, основанной на художественном фильме «Офицеры». Лагерь кадетский, готовятся будущие защитники нашей Родины. И мы посчитали, что вот именно воспитательный аспект, исторические моменты, вот в таком ключе будет хорошо развиваться смена лагеря. И эту идею можно перенять и любому другому лагерю. Вот скажите, пожалуйста, сейчас пока еще продажи путевок, распространения путевок пока еще нет. Когда можно будет родителям уже задумываться о том, в какой лагерь направить ребенка, когда уже будет известно, где какая смена пройдет, где можно с этим ознакомиться? Буквально уже на следующей неделе мы распространим и всю информацию о том, какие лагеря у нас будут, какие смены, начало сроки проведения этих смен, куда можно и нужно будет обращаться для того, чтобы подать заявление. Эту информацию мы разместим на сайте Департамента образования в разделе Организации долг. Информация также будет на сайтах образовательных организаций, на стендах, родителям на родительских собраниях эту информацию доведут. И также по электронной почте мы на различные предприятия, организации и средства массовой информации эту информацию дадим. Родители будут четко знать, представлять, какие документы необходимо принести им, чтобы подать заявление в лагерь. В принципе, никаких новых документов, новых форм нет. Они все остаются в прошлом, как и в прошлом году. Единственное, для удобства родителей в этом году заявления могут приниматься также и по электронной почте, то есть электронные заявления. И то есть в день начала приема заявления не обязательно родителю приходить к 9-10 часам, а можно подать заявление по электронной почте и уже в течение трех дней в любое удобное время подойти и подать заявление. Также следует отметить то, что в профильные смены, когда создаются профильные отряды, и родители уже точно знают, что ребенок поедет в этот лагерь, в эту смену, тоже не обязательно приходить там в первый день, стоять в очереди для того, чтобы подать заявление. А можно в течение недели в любое удобное время подойти и подать заявление. Ну, о том, как подавать заявление, где и в какой форме это удобнее сделать, мы еще обязательно поговорим, когда уже начнется сам прием заявлений. И сейчас, завершая нашу беседу, вы упомянули о том, как проходила летняя оздоровительная кампания в прошлом году, в прошлом летом, в 2015. Каковы же все-таки основные итоги, прошедшие летняя оздоровительная кампания в 2015 году? Летние итоги летней оздоровительной кампании были подведены у нас на городском уровне, на котором мы отметили и программы лагерей, которые у нас реализовывались в течение лета, отметили тех работников, которые реализовывали эти программы, работали в течение всего лета с детьми. И также были подведены итоги на уровне области. И здесь стоит отметить, что во всех номинациях наши лагеря стали победителями или призерами. Победителями мы стали в лагерях «Приморский», «Палаточный лагерь» школы 226 и «Городской лагерь» школы 229. Призерами стали лагерь «Звездочка», второе место лагерь и третье место программа. Призером стал лагерь на базе городского санатория «Профилактория» и был отмечен трудовой лагерь на базе Центра образования и профессиональной ориентации. То есть практически во всех номинациях все лагеря, которые у нас были, они были все отмечены и на областном уровне. И также программа «Лагеря Звездочка» стала призером на всероссийском уровне. Каждый год, я думаю, и в этом году будут достойные программы для отдыха детей, подготовленные педагогами. Ну, судя по всему, мы в этом можем уже не сомневаться, поскольку наша летняя оздоровительная кампания действительно всегда проходит на высочайшем уровне, о чем говорят отзывы детей и родителей. Ну что ж, старт летней оздоровительной кампании ДАН, успехов вам в ее проведении. Большое спасибо за участие в нашей программе, всего вам доброго. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. И вам всего доброго, и до встречи на канале «Заречный». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!